Гведон 4-й – единственный молодежный фестиваль интеллектуальных игр, который проводится на юге России. Организаторами этого фестиваля традиционно являются Южно-Федеральный университет, Клуб интеллектуальных игр «Имя Розы» и Студенческая лига интеллектуальных игр. По поручению ректора Южного федерального университета Марина Александровна Боровская, всего ректората, очень рада приветствовать всех участников и победителей фестиваля Гведон и пожелать всем ребятам, участникам данного фестиваля новых творческих побед, инициатив новых. Такие мероприятия позволяют делать действительно студенческое сообщество настоящим, корпоративным, добрым в этом будущее университета. В фестивале приняли участие 35 команд из Ростова, Краснодара, Астрахани, Ейска, Волгограда, Белгорода, Курска и других городов России. В рамках фестиваля прошли игры по спортивному варианту своей игры, брейн-рингу и спортивному «Что, где, когда». Вопросы были подготовлены сертифицированными редакторами Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», среди которых ростовчанин, магистр телепередачи «Своя игра» Андрей Абрамов, который провел чемпионат. Когда я готовил этот турнир, казалось, я побаивался, что некоторые вопросы не получат вообще ни одного правильного ответа. Ну, таких практически нет. Всегда найдется хотя бы одна, две, три, а то и 10, и 15, и 20 команд, которые дают правильный ответ. И это очень здорово. Значит, людям интересно, людям не скучно. Праздник прошел в уютной, дружеской атмосфере. Не в первый раз фестиваль проходил в стенах ДК «Расвертол». Многие студенты приехали на фестиваль не только для того, чтобы поиграть, но и встретить старых друзей. Самое главное – это положительные впечатления тех, кто к нам приехал, гостей и просто участников фестиваля. Студентов нашего университета, но, надеюсь, наших будущих студентов. В турнире принимают участие много школьников. Еще ни разу фестивалю не удавалось собрать такое количество участников. Победителями, получившими право на участие в студенческом чемпионате России, стала ростовская команда «Занзибар». Субтитры создавал DimaTorzok